Всем привет! С вами BlackCaver Games, и когда-то мы писали, что попасть в геймдев можно и без умения кодить. Это действительно так, но обойтись без программистов игровая индустрия всё-таки не может. А чем они должны владеть? Языками программирования, конечно. Именно на них и пишется код. Давайте запустим нашу машину времени и вернёмся к истокам. Узнаем, на чём писали задолго до C++ и Python. Определимся с терминами. Программа — это набор инструкций для конкретного исполнителя, механизма, устройства и так далее. А язык программирования — это знаковая система, предназначенная для записи программ. Первые программисты появляются задолго до компьютеров, с которыми у нас обычно ассоциируются. Автомат-гуманоид «Аль Джазари», ткацкий станок «Жакара» и аналитическая машина «Бэбиджа» уже были программируемыми устройствами. Алгоритм действий автомату задавали с помощью кулачков и зажимов, станку и разносной машине перфокартами. Ада Августа Лайвлес, дочь самого Байрона, даже написала для устройства «Бэбиджа» программу, решавшую уравнение Бернулли. Электронно-вычислительные машины работают с командами, состоящими из нулей и единиц — машинным кодом. Но такой язык получается громоздким и неудобным, поэтому специалисты задумались над автоматизацией машинного кода. В конце 40-х, начале 50-х начали применять ассемблер. В нем для обозначения объектов и команд использовались буквы или укороченные слова. Это был язык низкого уровня, то есть созданный для конкретного типа процессора. Он значительно упростил труд программистов. Вслед за ассемблером появились так называемые языки высокого уровня или машинонезависимые. В отличие от предшественников, они не были привязаны к конкретным устройствам. Для них создавались компиляторы — переводчики программ, созданных на языках высокого уровня. Первым из них стал ShortCode. В 50-х годах Уильям Шмидт адаптировал его для компьютера Univac. С 1954 по 1957 в IBM под руководством Джона Бекуса разработали знаменитый Fortran. Он использовался для технических расчетов и научных задач. А еще стал первым относительно массовым языком программирования. К 1963 году существовало уже 40 компиляторов для различных машин. Fortran попал и в Советский Союз. Благодаря общению советских физиков с коллегами, работавшими в СЕРН, в 1967 году был создан капилятор для ЭВМ «Минск-2», в 1968 — для БСМ-6. Язык используется до сих пор и в основном применяется для сложных вычислений. Успех Fortran заставил действовать конкурентов. Немецкое общество прикладной математики и механики создало комитет, которому поручили создать новый универсальный язык программирования. То же самое сделала Американская ассоциация вычислительной техники. Однако вместо противостояния получилось сотрудничество. Если не считать спора из-за того, какой знак использовать для десятичных дробей. Комитеты объединились и создали Алгол — дедушку Джава, Паскаль и Си++. Как и Fortran, Алгол получил значительное распространение. Но в Европе и СССР был встречен гораздо теплее, чем в США. Язык отличался блочной структурой, что для того времени было прогрессивным, а затем стало стандартом. Другие современники Fortran и Алгол — это Лисп и Кобал. Первый построен на обработке списков и до сих пор в ходу. Второй создавался для экономических процессов. Он тоже по-прежнему в строю и применяется в банковских системах. В конце 60-х формируется так называемое структурное программирование, основанное на представлении о программе как о системе блоков. Отцом методологии считают Эцгера Дейкстру. Автора письма оператор Гота считается вредным. Новая парадигма позволила оптимизировать код и сделать его более компактным, благодаря внедрению функций и процедур. Следующим большим достижением стало появление классов — структур, содержащих как переменные, так и работающие с ними функции. В 70-х, начале 80-х на сцену вышло объектно-ориентированное программирование — ООП. Оно сочетало в себе наработки структурного программирования с нововведениями вроде полиморфизма подтипов. Первые ООП-языки — это символа и основанный на нем Smalltalk. Последний привнес в программирование множество идей и концептов, актуальных по сей день. Взаимодействие между элементами через сообщения, возможность редактировать код на ходу и динамическая типизация. Logitech и ряд других компаний и сейчас используют Smalltalk для отдельных операций. В 72-м году появились C и CQL. C, прародитель C Sharp, Java, Python и других, был создан Деннисом Ричи, сотрудником Bell Telephone Laboratories для работы с Unix. На сегодня все. Вместе мы разобрались, что такое языки программирования, для чего их создавали и как менялись парадигмы разработки. Познакомились с Адой Лайвлес, Джоном Бекусом и Эдсгером Дейкстру. Эти люди, как и плоды их труда, оказали огромное влияние на мир, в котором мы сейчас живем. Держите руку на пульсе, мы вернемся к языкам программирования во второй части. Расскажем о Java, Ruby, Python, C языках и не только. Не забудьте поставить лайк этому видео, если вам интересен данный формат. Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. Всем пока!